МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного в студии Геннадий Рузов. И в начале выпуска коротко о некоторых его темах. Лето продолжается. Школьники имеют возможность заработать на карманные расходы. В этом им помогают Центр занятости и городские предприятия. Я сразу вспомнилась одна песенка. Деньги, деньги, греби, деньги, позабыв, покой или... Потому что деньги в нем все равно нужны. Деньги лишние не бывают. Первый раз был в школе, второй раз в ЖУ, дальше опять школа. Сейчас было много промресурсов, вот опять в ЖУ. Премьерный спектакль театральной студии «Шаг» открыл новые грани таланта юных артистов. Я так испугалась. Мне показалось, что ты не справишься с машиной, когда из-за поворота выехал этот грузовик. Я закрыла глаза и вот... И чего тут страшного нет? Ты же знаешь, я родился в машине. Но ты нужен мне живым. Заречный стал базой для тренировок магнитогорских пловцов. Возможно, это добавит им быстрых секунд на соревнованиях летней спортеяды молодежи России. Пятый день тренируемся. Нам очень нравится. Во-первых, вот я работаю в Магнитогорске. У нас на полмиллионный город один 25-метровый бассейн. И таких просторов мы не видели. То есть у нас 15 человек на 25-метровой дорожке. Это обычное дело. А здесь мы как короли плаваем. Там по пять человек, по три. Нам все очень нравится. Шикарные залы. Три зала нам любой на выбор дают, какой мы хотим, что соответствует нашим тренировочным планам. А теперь подробнее. По информации Управления общественных связей, глава Заречного Олег Климанов провел очередной личный прием граждан. Значительная часть вопросов касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, группа жильцов дома номер 20 по проспекту 30-летий Победы пожаловалась на задержку проведения текущего ремонта в их подъезде. Как пояснил исполняющий обязанности генерального директора МУП ЖСКХ Александр Дудков, ремонтировать подъезд целесообразно уже после того, как старые оконные конструкции в нем будут заменены на новые. В то же время голосование собственников жилых помещений по вопросу установки этих пластиковых окон еще продолжается. Принимая во внимание данные обстоятельства, Олег Климанов поручил ответственным службам сразу после того, как будет завершен монтаж новых оконных конструкций, приступить к ремонту подъезда с тем, чтобы провести соответствующие работы до 31 сентября текущего года. В ходе этого ремонта планируется установить и новые почтовые ящики, о которых также просили местные жители. Кроме того, глава города распорядился решить вопрос с неработающей батареей на первом этаже дома и рассмотреть возможность установки придомовой скамьи в более удобном для жильцов месте. Помимо этого, Олег Климанов дал поручение комбинату благоустройства удовлетворить просьбу жителей дома о привозе земли для обустройства клумбы. В рамках приема граждан глава города также дал разъяснение по поводу получения социального жилья в порядке очереди и ответил на ряд других обращений горожан. Юным зареченцам выдадут направление для трудоустройства на август. Уже опубликован график выдачи. С ним можно ознакомиться в Центре занятости населения Заречного. В соответствии с ним 18 июля такие направления будут выдаваться подросткам, трудоустраивающимся на предприятии города, по тем спискам, что были поданы работодателями. 19 и 20 июля направления должны получить юные зареченцы, трудоустраивающиеся в качестве вожатых и подсобных рабочих, в Центр образования и профессиональной ориентации. 23 июля направления на работу выдадут находящимся в трудной жизненной ситуации подросткам, а 24 направления для трудоустройства смогут получить все желающие зареченцы в возрасте от 14 до 18 лет. Если у этих ребят трудовые будни еще впереди, то 214 школьников, работавших в июне, уже, вероятно, потратили заработанные деньги. В настоящее время 215 подростков помогают взрослым, попутно осваивая различные профессии. Тему продолжит Анна Литвинова. В июле трудовое лето началось для 215 подростков. Временные места работы школьники получили при содействии городского центра занятости населения. Подростки работают в 13 организациях города. Это такие предприятия и организации, как комбинат благоустройства и лесного хозяйства, Старт, Никеред, Автотранс, комбинат детского питания, энергопромресурс и ряд других организаций. Работают подростки ежедневно по 4 часа. Период работы составляет 14-15 рабочих дней в трудовом лагере. При центре образования и профессиональной ориентации подростки работают 21 рабочий день. Летние трудоустройства возможны для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Лицеист Олег Тарасов впервые обратился в Центр занятости населения сразу, как достиг необходимого возраста. С тех пор он работает каждое лето по несколько месяцев. По словам 11-классника, больше всего его привлекает возможность дополнительного заработка. По результатам работы подростки получают порядка 5000 рублей с учетом материальной поддержки, которую выплачивает Центр занятости населения. Я сразу вспомнилась одна песенка «Деньги, деньги, греби, деньги, позабыв, покой и лень». Потому что деньги в нем все равно нужны. Деньги лишние не бывают. Первый раз был в школе, второй раз в ЖУ, дальше опять школа. Сейчас был в энергопромресурс, и вот опять в ЖУ. Мы гуляем хотя бы на улице, потому что мы занимаемся хоть чем-то, а не сидим дома и смотрим в компьютер и телевизор. В этом месяце Олег вместе с другими зареченцами трудится в обслуживающей компании ЖУ-1, помогая благоустраивать территорию родного города. Инвентарь обязательно мы предоставляем, веники, метелки, грабли. Они нам оказывают очень большую помощь при уборке территории. Мы траву убираем, что еще, подметаем, пропалываем траву между плитками, вот все, тротуарные дорожки освобождаем от травы. Ну, убираем мусор, какая у нас работа, помогаем дворникам. Трудностей никаких нет, я уже привыкла рано вставать. Я тоже привыкла. Не жалко вот лето посвящать работе, или это не так много времени и сел занимает? Не так много времени, но вечер-то свободный. Ну, мы только до 12 работаем, мы еще успеваем гулять потом. Летние трудоустройства подростков продолжатся и в августе. Прием заявлений стартует 18 июля. Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». В Доме культуры «Дружба» прошла премьера спектакля театральной студии «Шаг». Все участники постановки – люди с ограниченными возможностями здоровья. По характеру новая работа самодеятельной студии отличается от предыдущих. Работу подростков посмотрела Наталья Елистратова. Здесь было кафе, где добивались и страдали, жили и надеялись, ждали и не дожидались. На сцене непрофессиональные актеры. Практически все они с ограниченными возможностями здоровья. Зареченская театральная студия «Шаг» показала премьеру своего нового спектакля «Претерпевший до конца спасется». Он поставлен по пьесе российского драматурга Андрея Карелина. Это наш третий спектакль. Первая работа у нас была веселая, вторая работа была светлая, сегодня серьезная работа. Конечно, у наиболее сильных ребят роли главные, потому что у них особенности есть, здоровье. И мы, когда выбираем какую-то пьесу, ориентируемся в первую очередь на это. Сможет человек это сделать, не сможет выучить слова, не выучит. Но работают все равно все. Новый спектакль студии «Шаг» заставляет задуматься над вечными вопросами. Можем ли мы управлять своей судьбой? Как сохранить в сердце любовь в непростых жизненных обстоятельствах? Одну из главных ролей в постановке играет Екатерина Потапова. По ее словам, вжиться в образ своей героини было непросто. Я так испугалась. Мне показалось, что ты не справишься с машиной, когда из-за поворота выехал этот грузовик. Я закрыла глаза, и вот... И чего-то страшного нет. Ты же знаешь, я родился в машине. Но ты нужен мне живым. Моя роль – это очень такой многогранный персонаж. Я играю невесту. Но у этой невесты очень часто меняется характер. И получается, я под каждый свой образ должна подобрать новый голос, новую интонацию, новый образ. То есть это достаточно тяжело. Билеты на премьерный показ нового спектакля студии «Шаг» не продавались. Вход в зрительный зал был абсолютно бесплатным. Но гости могли сделать добровольное пожертвование. Собранные средства будут потрачены на организацию поездки актеров с ограниченными возможностями здоровья на фестиваль в Чувашию. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Воспитанникам городского детского лагеря при школе номер 226 напомнили о правилах безопасного поведения на воде и пожарной безопасности. Полезной для школьников была информация о том, к кому и куда обращаться за помощью в чрезвычайных ситуациях, как оказать первую медицинскую помощь и что делать до приезда специалистов. Мы берем просто влажную тряпочку, оборачиваем влажной тряпочкой или сверху на голову, кладем, чтобы температура у нас понизилась, да? И начинаем поить человек водой. Потому что воды он много терял, вот надо компенсировать. Правила оказания первой помощи при солнечном или тепловом ударе. Этот вопрос стал одной из тем, которые обсудили представители управления гражданской защиты с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере при школе номер 226. Такие беседы с учащимися во время самых больших школьных каникул проводятся регулярно. Специалисты приходят в каждый лагерь, работающий на базе городских учреждений образования. По опыту проведения таких мероприятий большинство детей уже знакомы, то есть мы лишний раз напоминаем им эти правила. Большинство самостоятельно отвечает на вопросы. Все-таки стараемся провести в агрофовом форме и с загадками, и с вопросами. Во вторую смену в детском оздоровительном лагере при школе номер 226 отдыхают 175 ребят. Среди них будущие первоклассники и ученики начального звена. Основное направление смены – волонтерское движение. Ребята учатся помогать друг другу и заботятся о животных. Для детей разработано много различных мероприятий. Большое внимание уделяется и теме безопасного поведения. Мероприятие проводится с разными организациями города, совместно с ГИБДД по правилам дорожного движения, с управлением гражданской защиты по безопасному поведению летом, с пожарной частью экскурсии. Очень нравится наглядно смотреть технику разную, пожарную. В общем, дети довольны. Во время встречи со специалистами управления гражданской защиты ребятам напомнили правила безопасного поведения на воде, порядок действий при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации и пожаре. В гости к школьникам приехали и спасатели. Они показали оборудование, которое используют в работе и предоставили возможность детям выступить в роли спасателей. С помощью специального троса мальчишкам и девчонкам предстояло условно вызволить пострадавшего из воды. Не надо, не надо, не держи. Иначе... Держи, вот так, смотри. Размакиваемся. И чуть посильнее. Забросить трос точно в цель получилось не у каждого. Зато с задачей потушить условный пожар справились все. И это задание понравилось детям больше всего. Спасатели еще раз напомнили школьникам, что правила пожарной безопасности необходимо соблюдать всегда. Потушить настоящий огонь гораздо сложнее. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Чир-спорт набирает все большую популярность среди юных зареченцев. В 2017-2018 учебном году воспитанники и сотрудники городских образовательных организаций приняли активное участие в соревнованиях, семинарах и мастер-классах различного уровня. Самым масштабным городским мероприятием стал шестой фестиваль по чир-спорту, который объединил более 300 участников и 200 зрителей. Высокий уровень зареченского чир-спорта юные спортсмены продемонстрировали и на областных соревнованиях. По итогам региональных кубков, турниров и первенств у наших ребят 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды. Главным итогом этого сезона стало участие зареченских спортсменов во всероссийских фестивалях «Восходящие звезды» и «Бэби-чир», где они вошли в десятку лучших коллективов. Для наших спортсменов это были первые старты такого уровня. Новый опыт приобрели и педагоги, которые в этом учебном году приняли участие в нескольких семинарах и освоили новые образовательные программы. По результатам сезона 3 педагога получили квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по чир-спорту, а 16 юных зареченцев выполнили третий спортивный разряд. Успешное развитие чир-спорта в Заречном и активность его организаторов были отмечены грантом президента России. Денежные средства были предоставлены на проведение городских соревнований. Подробнее о развитии в Заречном такого вида спорта, как чир-спорт, сочетающего элементы шоу и зрелищных видов спорта, например, танцев, гимнастики и акробатики, а также о том, как Заречному удалось выиграть грант президента России на проведении городских соревнований по чир-спорту, мы поговорим с методистом информационно-методического центра системы образования Заречного Ольгой Викторовной-Оброскиной. А сейчас продолжаем. Несмотря на то, что зареченские пловцы завершили спортивный сезон, они продолжают тренировки в плавательном бассейне «Заречный». Спортсмены готовятся к четвертой летней спартакиаде молодежи России. В частности, соревнования по плаванию пройдут в Пензе с 24 по 27 июля. В качестве базы для предстартовых сборов пловцы из Челябинской области выбрали «Заречный». Почему, знает Наталья Елистратова. В «Заречном» 11 пловцов из Челябинской области готовятся к участию в четвертой летней спартакиаде молодежи России. Тренировки они проводят в новом 50-метровом бассейне. Плывется замечательно прям. Вода иногда холодная, иногда горячая. Ну, в общем, все хорошо. По две тренировки в день, утром и днем. Большую часть на тренировки уходит времени. Мы, во-первых, больше времени уделяем тренировкам, ну и не расслабляемся. По словам тренера магнитогорской команды, в «Заречном» созданы все условия для проведения спортивных сборов и подготовки пловцов к важным соревнованиям. К тому же сборная из Челябинской области у себя дома вынуждена была бы готовиться к стартам на длинной воде в 25-метровом бассейне. Пятый день тренируемся. Нам очень нравится. Во-первых, вот я работаю в Магнитогорске. У нас на полмиллионный город один 25-метровый бассейн. И таких просторов мы не видели. То есть у нас 15 человек на 25-метровой дорожке. И это обычное дело. А здесь мы как короли плаваем. Там по 5 человек, по 3. Нам все очень нравится. Шикарные залы. Три зала нам любой на выбор дают, какой мы хотим, что соответствует нашим тренировочным планам. В «Заречном» воспитанники детской и юношеской спортивной школы номер 2 из Магнитогорска будут тренироваться до 23 июля. Затем они примут участие в 4-й летней спартакиаде молодежи России, которая будет проходить в течение 4-х дней в Пимзе. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Сразу после рекламы мы поговорим о развитии в «Заречном» через спорта. У нас в гостях будет методист информационно-методического центра системы образования «Заречного» Ольга Викторовна Оброскина. Не переключайтесь. С 10 по 31 июля в «Лале-Антилоп» недели горячих летних цен. Например, норка всего за 35 тысяч рублей. Московское 100, второй этаж. В новом хирургическом отделении Железнодорожной больницы «Пензы» проводятся высокотехнологичные операции по гинекологии и абдоминальной хирургии, пластические операции, операции урологического и лор-профиля. Звоните 999-349. Код города 8412. Как идет ремонт на Нововоронежской станции. Атомщики делятся секретами эффективности. В «Заречном» сняли короткометражку о производственной системе «Росатома». Смотрите в среду в 20.00. Надежные кондиционеры «Зануси». Всего 15 900 рублей. Телефон 23 24 04. С компанией «Рестрой». Мы продолжаем выпуск. У нас в гостях методист по вопросам спорта информационно-методического центра системы образования «Заречного» Ольга Викторовна Оброскина. С ней мы подробно поговорим о развитии в «Заречном» через спорта и о том, как будет реализован грант президента России, предоставленный на проведение городских соревнований по черспорту. Добрый вечер. Здравствуйте. Ольга Викторовна, грант президента России – это же успех? Конечно, успех. И к этому успеху была проделана достаточно длинная дорога. Развитие черспорта у нас началось с 2013 года, проходило в рамках фестиваля. А с 2016 года у нас школьники начали соревноваться уже полноценно по правилам черспорта. И для проведения таких соревнований, конечно, нам требовалось материально-техническое отснащение. И мы начали подавать на всевозможные гранты, чтобы можно было идею реализовать это все. Нам удалось. Скажите, о какой сумме идет речь? Мы выиграли 354 тысячи. И на какие нужды вы планируете их потратить? Как ранее уже было сказано, это в первую очередь напольное покрытие для тренировочной базы и для проведения соревнований. Естественно, наградная продукция. И, что немало важно, будут организованы мастер-классы с привлечением членов федерации, возможно, даже Российской Федерации по черспорту, для подготовки наших сотрудников и обучающихся к дальнейшим соревнованиям по черспорту. То есть речь идет о людях с именами, которые уже известны в черспорте? Конечно, обязательно с именами. Это люди уже подготовили и команды по черспорту, и сами достаточно на высоком уровне и судейство соревнований, и тренерская практика. Ольга Викторовна, скажите, можно ли сейчас назвать какие-то имена, или пока это тайна? Нет, пока это тайна, потому что ведутся разговоры. Хотелось бы достойную кандидатуру. Я думаю, так оно и будет. На какой период запланированы соревнования? Сами соревнования запланированы на конец ноября месяца. Мастер-классы запланированы на середину октября месяца. Для кого будут проводиться мастер-классы? Мастер-классы будут проводиться и для тренеров, и для желающих получить судейские категории, и, конечно, для обучающихся. Что входит в программу соревнований? В программу соревнований входит непосредственно соревнования среди обучающих первых 11 классов, и останется у нас в рамках фестиваля для детей дошкольного возраста. То есть с 1 по 11 класс они идут в одной номинации? Номинация у нас одна. Сначала у нас было направление ЧИР, но мы немножко ушли от этого направления. Такое достаточно травмоопасное направление. Требуется достаточно сложная техническая подготовка. Для обучающих, я думаю, достаточно травмоопасно. Поэтому мы ушли в более танцевальную дисциплину. Это ЧИР-фристайл группа. ЧИР-фристайл двойка, джаз-фристайл двойка. То есть двигаемся мы в этом направлении. Ну, наверное, люди, которые знакомы с этим направлением, с этим спортом, они знают, о чем идет речь, да? Так все красиво звучит, но для меня это пока космос какой-то. Я думаю, что, конечно, знают, потому что у нас и школы, и детские сады, представители команд проходят семинары. Ежегодно у нас проводится городской семинар. В 2017-2018 году у нас проходил областной семинар с приглашением вице-президента Федерации России по ЧИР-спорту. Было достаточно плодотворно. Очень много узнали нового. С 2018 года, с января, у нас поменялись правила. Поэтому было посвящено очень много изменению правила, работы и как правильно это все преподносить детям. Скажите, пожалуйста, как давно в нашем городе существует это направление? Направление существует с 2013 года, но достаточно активно развивается вот именно как спорт с 2016 года. Каких-то результатов мы уже достигли? Можно о чем-то говорить? Конечно, можно и нужно об этом говорить. У нас, во-первых, начнем, наверное, с представителей команд. Это строитель Евгения Александровна, тренер команды «Юность» по ЧИР-спорту. Бякова Ольга Васильевна, инструктор по физической культуре 5-го детского сада. И Абросикина Ольга Викторовна, методист по вопросам спорта и системы образования города Заречного. Имеют третью судейскую категорию по ЧИР-спорту. То есть полноценно имеют право судить соревнования областные, всероссийские, если приглашают в федерацию. Что касается обучающих, у нас в этом году впервые дети попали на всероссийский уровень соревнований. Могу сказать это твердо, что попали, потому что мы выиграли область. «Лицей-230» у нас стали третьими, но после иногородних команд и получили право участвовать на всероссийских соревнованиях, которые проходили в городе Москва. Также «Юность» у нас участвовала на первенстве России и вошла в двадцатку сильнейших команд. Я считаю, это достаточно большой успех для такого молодого вида спорта. Да, действительно, это серьезные результаты. Скажите, пожалуйста, каков охват участников? Охвачены у нас все обучающиеся, начиная с детского сада и заканчивая одиннадцатыми классами. А в количественном? Можно сейчас назвать, чтобы удивить зрителей? Если брать последние соревнования, которые у нас проходили в апреле месяце, как они традиционно ежегодно у нас проходят, то участников у нас было человек 300. Да, это впечатляет. А на какой базе вы планируете проводить городские соревнования? Что касается выигранного гранта, у нас запланировано проведение соревнований на базе «Юности». До этого мы проводили соревнования. Сначала у нас была стартовая площадка. Это Фоклесной большой зал. И дальше мы перешли в бассейн городской, зал художественной гимнастики, потому что есть напольное покрытие, что достаточно удобно. Есть разминочная площадка. Скажите, пожалуйста, с какими трудностями вы в настоящее время сталкиваетесь при организации вот этого турнира? Есть ли они, эти трудности? Ну, трудности какие-то всегда есть. Не без этого. Но так как у нас очень дружный, сплоченный коллектив, и всем хочется действительно, чтобы развивался через спорт в Заречном. И так как у нас здесь уже показывают результаты и на уровне всероссийских соревнований, что и касается дошкольников, тоже они у нас выезжали на всероссийские соревнования. Сейчас стартует школьная лига. Вот в этом году первый раз она стартовала. И достаточно удачные у нас старты. У нас обучающиеся и детских садов, и школ попали на финальные всероссийские соревнования, так как были призеры импроводского федерального округа школьной лиги. Поэтому сплоченная команда – это всегда легко. И трудности они преодолевают. А несколько слов вот об этой команде, о ваших сподвижниках. В первую очередь, большое спасибо хотел сказать за поддержку начальнику департамента образования Елены Васильевны Аникиной. То, что она поддержала этот проект, потому что это действительно спорт и требует много усилий. Но поддержка с ее стороны была, и это самое главное. А кроме Елены Васильевны, кого бы вы еще отметили? Во-первых, это сотрудники информационно-методического центра системы образования, которые и поддержали в реализации этого проекта как ЧИР-спорт. И, конечно, это и педагоги-инструкторы по физической культуре в детском садике, педагоги дополнительного образования хореографов в школах. И, конечно же, это центр юности, наверное, во главе строителя Евгения Александровна, которая в первую очередь поддержала и создала команду профессиональную. Потому что это уже не обучающая, это уже центр юности, который профессионально занимается этим. Я думаю, что дальше у нас будет еще лучше все. Ольга Викторовна, скажите, вот мне просто интересно, в каждом детском саду одна команда по ЧИР-спорту или каждая группа может выставить свою команду? То есть сборной или... Мы акцент делаем на одной команде, это сборной детского сада. Возраст детей может быть абсолютно разным, потому что есть категории 5-6 лет и 6-7 лет. Также садик могут выставлять двойки, потому что тоже есть такая номинация. Что касается школы, мы стараемся, чтобы в школах было по две команды разного возраста. По новым правилам профессиональные команды должны быть от 16 человек, чтобы дети могли выполнить разряды, что у нас уже есть. У нас команда юность, все 16 человек, которые в команде, девочки, выполнили третий взрослый разряд по ЧИР-спорту. Поэтому я думаю, что массовость, она хорошо. Дети после детского сада интересуются этим, выпускаясь, куда нам двигаться дальше. Я думаю, что у нас есть место, где их поддержат. Дом пионеров у нас тоже есть. Человек, который занимается с Мугановой Галины Борисовны. Поэтому я думаю, что все у нас будет отлично. Наверное, рано об этом говорить. И все-таки, какие призы ждут победители? Вообще, сколько победителей будет в турнире в городском, который, напомним, когда пройдет? Конец ноября месяца. Конец ноября месяца. В 2018 году. Ольга Викторовна, и какие призы ждут победители? Традиционно у нас на соревнованиях вручаются медали, кубки, дипломы победителям и призерам. Но вполне возможно будут и сюрпризы, а озвучивать это не будем. Ольга Викторовна, я благодарю вас за нашу встречу, за этот разговор и желаю вам и вашим соратникам успеха. Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях была методист по вопросам спорта информационно-методического центра системы образования Заречного Ольга Викторовна Оброскина. Мы говорили о развитии в Заречном Чирспорта и о реализации гранта президента России, предоставленного на проведение городских соревнований по Чирспорту. На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!